66 миллионов тенге незаконно удержали в Мангистауской области. Деньги предназначались для индивидуальных помощников людей с инвалидностью и сурдопереводчиков. Кроме того, больше трех тысяч человек не получили средства для получения реабилитационной помощи в полном объеме. По данным прокуратуры, в этом году почти 100 человек были вынуждены повторно проходить медосмотры и освидетельствования, подтверждающие их заболевания. Причем, как выяснилось, причиной прослужили неграмотные заполнения заключения самих медицинских работников. С начала года в регионе прокуроры выявили больше 7 тысяч нарушений в отношении граждан с инвалидностью. Некоторые правонарушения происходили систематически, в частности по вопросу инвотакси. Услуги такси оказывались лишь в будние дни по восьмичасовому графику. Однако машины должны были работать бесперебойно, в том числе выходные и праздничные дни. Кроме того, установлено, что 100 объектов инфраструктуры на территории области не соответствуют требованиям доступной среды. За это ответственные лица должны выплатить 7,5 миллионов тенге административных штрафов. На сегодняшний день актом прокурорского надзора более половины из них приведены в соответствии с требованиями. Золотой запас России вырос до рекордных 2,36 тысяч тонн. Об этом свидетельствуют данные мировых центробанков. Россия нарастила запасы золота в сентябре на 2%, или 44 тонны. В результате он стал самым высоким в современной истории государства. В рейтинге стран с самым большим запасом золота России находятся на пятом месте после США, Германии, Италии и Франции. В первую десятку также входят Китай, Швейцария, Япония, Индия и Турция. На севере Армении в Ташире открылась самая большая животноуческая ферма. Ее поголовье насчитывает 1200 коров. Здесь установлены современные автоматизированные системы, которые позволяют содержать животных в комфортных условиях. Роботизированные доильные модели обеспечивают снижение заболеваемости коров маститам на 30%. Это снижает затраты на антибиотики. Система позволяет распознавать и отделять аномальное молоко в потоке, что повышает качество молочной продукции на 40%. Умная ферма обошлась владельцам в 4 миллиарда 200 тысяч рублей. Средство выделил Евразийский банк развития, помогло и правительству Армении. На территории животноуческого комплекса сейчас возводят и свиноферму. Ее сдадут в эксплуатацию к концу этого года. Для Армении, как и для решения проблемы продовольственной безопасности, он исключительно важен. Это 120 новых рабочих мест, это новый стандарт качества молочной продукции. Из 40% капитальных вложений в сфере животного общества мы возвращаем в виде кэшпэка в течение нескольких лет. Это позволяет компаниям быстрее рисковать, быстрее принимать решения. Посещение всемирно знаменитой мечети Айя Софии в Стамбуле станет платным для иностранцев. Об этом объявил министр культуры и туризма Турции. Правило начнет действовать с 15 января будущего года. Для иностранных туристов откроют отдельный вход. Софийский собор – это памятник византийского зодчества. Его построили в VI веке как христианский храм. В XV столетии он стал мечетью. По прошествии еще 500 лет собор приобрел статус музея и был включен в состав всемирного наследия ЮНЕСКО. Лишь три года назад в Айя Софии возобновились мусульманские службы. В Великобритании стартовал первый международный саммит по безопасному использованию искусственного интеллекта. Его участники будут обсуждать потенциальные угрозы на фоне распространения новой технологии. В мероприятии принимают участие около 100 именных экспертов из 28 стран. В их числе и вице-президент США Камила Харрис, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн, а также владелец SpaceX Илон Маск. Идея проведения саммита принадлежит британскому премьеру Риши Сунаку. По его словам, настало время договориться о международном подходе, гарантирующем безопасность систем искусственного интеллекта. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова